Добрый вечер! У нас сегодня в гостях Куан Мамбиталиев, доктор филологических наук, журналист, публицист, чрезвычайный полномочный посол. Как вы следите за событиями, например, на шумящей, не то что на шумящей, а шумящей сейчас, тема выбора генерального директора ОТВРК? Да. 22 человека подали заявление, среди них есть довольно известные люди. Как вам кажется, они все говорят, организаторы, что будет честно, чисто, в онлайн-режиме будет показываться, и сам факт, что 22 человека говорят, что это прямо достижение демократии и так далее. Ну, сначала скажу, как я слежу, я последние десятилетия этим и занимаюсь, геополитикой, поэтому слежу все, что публикуется, все, что происходит и в КТР в том числе, и вообще. И хочу сказать вот что. Председатель наблюдательного совета Джипар Джекшеев занял совершенно беспринципную позицию. Аргументирую. Элим Карпеков судился с Чинарой Капаровой, который уволил с работы, непрофессионально уволил. Уволил так, что суд восстановил ее на работе. Пытались там найти причины законного увольнения, не нашли. Несколько заседаний было. И суд, в конце концов, был вынужден принять решение восстановить ее на работе в связи с тем, что она была незаконно уволена Элимом Карпеком. Но восстановление на работе, значит, предполагает за собой, механически же ведет восстановление, значит, и заработной платы за этот период. И в общей сложности 180 тысяч сомов государства, не Элим Карпеков, не из кармана собственного, государство через телерадиоканал, это государственный канал, не частный, не акционерное общество, заплатило ей. Он предложил ей после этого, значит... То есть это ущерб? Получается, он нанес ущерб казне, он нанес ущерб стране. И вот этот факт нанесения ущерба проходит мимо внимания наблюдательного совета. Наблюдательный совет на это никак не... А за кем он наблюдает тогда? Он наблюдает за тем, чтобы Элим Карпеков был огражден от критики? Или зачем он наблюдает? Он наблюдает за тем, чтобы защитить права Элима Карпекова на право баллотирования, но его шаги по нанесению ущерба государства он пропускает мимо. Это принципная позиция. Даже не поднимался вопрос, да? Не было заседания? Никакого заседания не было, ничего не было такого. Не было. И еще больше скажу, еще один факт. Когда избирали Элима Карпекова, первый раз голосование провели, он не прошел. В председателе наблюдательного совета или гендиректора? Да, да, да. На гендиректора он не прошел. Тогда что они делают? Они, значит, говорят, пришел вот еще один член наблюдательного совета. Кворум был. Если кворума нет, они не проводили голосование. Он опоздал, поэтому мы будем проводить переголосование. Опоздал кто? Ну, один из членов наблюдательного совета. Такой же... Это уже сценарий. Это уже сценарий для того, чтобы ломать такие выборы. Вот недавний сценарий. А, сценарий, порой, то же самое. Пожалуйста, вот такой же точный сценарий. Один не пришел из кандидата и говорят, вот он не пришел, мы общий заново всех пропускаем. Как это так заново всех пропускаешь? Ну пропусти его одного тогда, добавь туда, получит он там 5% или не получит. Но понимаете нарушение в чем? Нарушение в том, что и Чинара Капарова, и вот ее вторая, я даже имя не помню, они и та, и другая набрали больше 50% списочного состава. И в первый тур голосования, и во второй тур, и до беда, и после беда, обе набрали больше 50% списочного состава. Списочный состав 120 человек. Она набрала во втором туре 61, а в первом туре та набрала 61. Так получается это больше списочного состава, это уже 50% и плюс один голос, это уже проходной балл. Значит что нужно по логике? Спикер должен был поставить двух, которые прошли этот барьер, прошли барьер 50%. Поставить их в один бюллетень, фамилии, и тогда одна из них обязательно получила больше, другая меньше. Потому что 120, а не может быть так, чтобы один больше. А там получается по их расчетам получается 61, 78, получается 140 депутатов что ли у нас. Логика абсолютно потеряна. И со стороны спикера, кто это делал, проводил. Это абсолютная безграмотность. Я думаю, что это предмет для Конституционного суда, для того, чтобы он мешался и отменил эти выборы. Отменил эти выборы. Также отменил выборы Елима Карпека в тот раз, когда он избирался. Незаконно он избрался, потому что он нелегитимный. Он не набрал большинство голосов. Как он может быть? Конституционная палата сама ведет себя странно. Да. И тогда вы помните, там сейчас разговор о том, что вот он сказал, я не буду после Белизгейта. Белизгейт это был позор КТР. Такой же позор КТР был в 2002 году, когда был Ахсисский расстрел. Вот тогда КТР вела таким образом, просто безобразно себя вела. Она вошла в черный список всех рейтингов КТР. И тогда сняли с работы руководители КТР. Многие там поплатились должностями. Белизгейт такая же структура, такая же фальшь. Такая же надуманная, фальшь. То, что на фальшь, это уже доказано, никуда не деться. Так кто это рекламирует, кто это пропагандировал? КТР, он должен был уйти, морально уйти. Нет, он говорит, я как потом срок доработаю, я уйду. А теперь он передумал. Почему? Ну, наверное, хочет быть до самой пенсии, руководить на этой должности. Это хорошая, наверное, кормушка для них, для него и для его окружения. КТР, огромная структура. Там рекламные деньги, там масса чего, там земли. Неучтенная реклама. Там еще земли у них есть, которые они сдают в аренду. Какой-то фирме. Это все предмет для разбирательства и счетной палаты, и других структур. Отдельный вопрос. Реклама российских телеканалов. Я вот почему удивляюсь. Я удивляюсь позицией правительства. Государству заведомо наносится ущерб. Вот в этих, видите, 180 тысяч сомов. Это же ущерб. Ущерб. Виновник этого ущерба остается на должности. Почему? Государство должно защищать интересы страны ведь, а не интересы семьи, которая сидит на этой должности. Там семья? Ну, я имею в виду и личность. Это личность, это семья. Карпеков, это же Карпеков и его семья. Ну, кто там еще. Ну, это не государство же. Карпеков ведь, Элим Карпеков ведь не государство, правильно? Джапар Дегчеев не государство. А государство – это правительство. Это аппарат президента. Это Джигарху Кенеш. Вот государственные структуры, которые обязаны, обязаны защищать интересы страны. Они не защищают интересы страны в данном случае. Его должны были сразу поставить вопрос о его снятии с должности за этот факт, за тот факт, что он нанес ущерб государству. Был такой случай и с Горздравом в свое время, когда судились, Вечерний Мишкек об этом еще и писал, судились два ЦЦМ, Центра семейной медицины, и выигрывали суды. У Горздрава выигрывали суды. И так его вместо того, чтобы снимать его, заставить его платить эти деньги, государство заплатило им за простой. Суд принял-то их положение же. Они что делают? Они его делают замминистра. Вот такая ситуация. У нас сложилась такая практика, порочная практика государственного управления. Об этом как, мы не можем не говорить. Но на наших глазах творится вот такое безобразие в системе государственного управления. Но вот почему наблюдательный совет оказался таким? Ну почему наблюдательный совет оказался таким? Потому что наблюдательный совет возобновляет такой человек, беспринципный человек. Там должен быть человек принципиальный, который защищает будут интересы страны. Это же общественно, но называется он общественно. На самом деле это не общественно. Общественно предполагает совсем другую структуру. В свое время я с группой депутатов въездил в Финляндию, Эстонию. Мы изучали опыт общественного телевидения в мире. Финский опыт, эстонский опыт. Так вот, ту модель не внедрили же здесь. Общественный телеканал делается на основе государственного телеканала. И упраздняется полностью государственная структура, государственная составляющая телеканала. Месяцительство. Да. Государство финансирует, выделяет как листовник деньги. Наблюдательный совет решает все вопросы. Назначение снятия. Президент, премьер-министр страны, он просто подписывает, вот так и называется. На основании решения наблюдательного совета назначается такой-то. На основании решения наблюдательного совета снимается должность такой-то. У нас этого не происходит. У нас оттуда, кого поддержат, тот и будет руководить. И в Чехии тоже самое. В Болгарии тоже самое. Даже... В Чехии же вы работали, знаете, да. Да. Даже вот были случаи, когда главного редактора новостей чешского телевидения, государственного ГО, сняли с работы, там вышли на улицу, такой был митинг, по-моему, больше ста тысяч человек. И заставили этого человека вернуть. Да. Премьер отказался от своего приказа и снова назначил этого человека. Там все важные вопросы наблюдательный совет рассматривает тут же. У нас важнейший вопрос. Руководитель телеканала допускает профессиональную непригодность вот этим решением об увольнении своего сотрудника. наносится, значит, ущерб казне. Казна выплачивает деньги этому сотруднику. Вот предмет. Нет, наблюдательный совет. Для него это не предмет. Для него защита интересов. Вот этого директора. А что он, Дегчеев, сказал в интервью газете? Какое газете? В газете дело он дал интервью, потом на телеканал давал интервью. И что он сказал? На НТС он выступал вместе с членом наблюдательного совета Айбеком Харымовым. Вот этот мелодист, певец. На НТС или на Пятом канале? Нет, это был НТС. НТС. Или на Пятом канале, я не помню. На Пятом канале, да. Айбек Харымов очень принципиально заявил свою позицию, что вот такие вещи надо рассматривать. В том числе и вот эти голосования, все прочее. В том числе и Белизгейт, вот такие. Надо честно рассматривать. Нет. Представитель Совета его стал попрекать. Ты не прав. У него права, говорит, есть. У Элима Харапека, говорит, есть права. Участвовать в этом голосовании. У него право есть участвовать в голосовании. Оно священное. Да. И все остальное можно не принимать. У него, как раз, есть еще право наносить ущерб стране. Вот такими непрофессиональными действиями. Непрофессионализм этого человека очевидный, этого руководителя. При всем уважении к нему, он хороший парень, грамотный такой, юрист. Но ты допустил непрофессионализм в своей работе. Будь добр, освободи должность. Сам. Нет. Он цепляться будет до конца. Он будет проходить голосование. Возможно и выиграть. Но вот система, смотрите, по положению, по закону все решает наблюдательный совет. И снимает с работы гендиректора, и назначает его, и все другие вопросы. Редакционную политику контролирует. Почему этот закон не выполняется? Потому что президент указан, он не указывает, а на основе решения наблюдательного совета назначается. Он просто назначается. Директор просто указан президента. Одно в одной ремарке. Директор телеканала. Но его можно там президент телеканала назвать, неважно. Директор, генеральный директор назначается, снимается указом президента. Как будто, получается, разрыв, да? Да. Наблюдательный совет решил, на этой основе президент назначает, но президент уже не связан. Ну, президент, когда назначает, он уже исходит из своих соображений, он будет назначать того, кто ему нужен. Кто будет выполнять его установки. А там ведь не мог назначить человека такого принципиального, который может идти против шерсти, который может сказать ему в лицо, ты не прав, господин президент. Он будет назначать того, который будет говорить, ля пай таксер. Чего изволите, господин президент? Вот такого будет назначать. А тогда наблюдательный совет просто бесплатное приложение. А наблюдательный совет – приложение к этому директору, назначенному президентом, руководителем. Якобы создать видимость демократии, видимость общественного телеканала, видимость служения обществу. В свое время, я скажу, вот еще три два. В свое время Асхар Акаев создал такой наблюдательный совет и включил меня туда. На первом застании я потребовал от директора, тогда была, это я сейчас фамилию забыл, видите, даже фамилии забываем, директор, женщина была. Я потребовал от нее, как член наблюдательного совета, я потребовал от нее дать смету расходов. Смету расходов, сколько в год тратится на телеканал в Кыргызстане. Так вот, она эту смету мне в течение нескольких недель все не могла дать, а потом в конце концов дала. Оказалось уж, по тем деньгам один миллион долларов. Один миллион долларов по тем временам. Общая, да. Заработная плата там, содержание, все один миллион долларов. Потом я это сравнил с Эстонией. В Эстонии 40 миллионов евро. А в Финляндии 400 миллионов евро тратится на общественный телеканал. Бюджет. Ну, это хорошо, это плохо, не достает, значит? Это хорошо для нашей страны. Это же Эстония же, там другие же источники финансирования, там другие моменты есть, да. Это хорошо в том смысле, что надо это давать. Вот Эстонии, например, проблем не было. Как попросили, тут же представили это все. У них все в электронной форме. Никаких проблем нет. Даже зарплата, кто сколько получает, зарплата. Какая реклама идет, какая не идет. Вот. Прямо там у них зафиксировано, что алкоголь и табак запрещается, интим запрещается, все остальное разрешается. А там наряду с этим шведский канал, частный канал, который все это дает и имеет доход, конечно, в 10 раз больше. Там уже счет идет на многие. Но на КТР, ОТРК, скажем так, очень много неучтенной рекламы. То, что вот в 90-е годы было джинса, то, что называется. Вот об этом речь. Об этом речь надо полную раскладку по бюджету дать. И сейчас вот я уверен, 100% уверен, что ни председатель наблюдателя, ни члены не знают это полное. Знает только один человек. Председатель телерадиокомпании. Все. Гендиректор. Гендиректор. Ну и знает и президент, знает, наверное, пример, кто допущен к этому секрету. Мы не знаем этого. Не знаем. Мы не будем знать. Пока будет вот такая система, порочная система, вот такая вот ширма, форма, как бы общественный телеканал, содержание, государственный телеканал. Ну, в свое время создали ЛТР, как общественный. А теперь-то вернули же. Поиграли, поиграли, вернули. Приказом сделали снова государственным. Вот так. Мы немного прервемся на рекламу. Нас просят. Вот нас уже снова вернули. Мы говорили о КТР. Вот когда, ну, КТР, по-старому будем называть, да, комитет по телерадиовещанию, после революции 10-го года, именно потому, что это превратился в орудие пропаганды, этот комитет, решили сделать общественное телевидение, правильно? Правильно? Приняли закон, приняли положение о том, что должен быть наблюдачный совет, и вот он должен все решать. Первый год-полтора, может быть, он более-менее старался как-то соответствовать своему новому статусу, новому названию, а потом все пошло опять накатанное. Я, как человек, имеющий к этому непосредственное отношение, я расскажу больше. Это началось не в 10-м году, это началось после Первой революции, в 5-м году, после того, как сбежал Акаев, пришел Бакиев, и тогда создали комиссию по реформированию СМИ. Я был включен членом в эту комиссию, председателем тогдашнего госсекретаря, тогдашнего госсекретаря Адахан Матумаров. Был председателем, я был заместителем у него, мы работали, я написал проект, вот так, вот так реформировать. И что? Вот тогда появилось это общественное, они не хотели делать общественный канал на базе государственного, центрального, столичного. Но надо что-то было делать, и тогда они придумали такой ход, гениальный такой, ну, кавычка, гениальный ход, что надо, мы сделаем общественное, наряду с этим, это государственное так и остается, а там мы делаем ЛТР. Общественное. Вот как появился ЛТР, появился как общественный, но потом абсолютно не дали возможности развиваться как общественным, сначала так, а потом, опять же, назначение директора ЛТР, опять же, вот таким же путем. Президент назначает, снимает, все, и так это похоронилось. Вот сейчас Адахан Матумаров, как демократ, выступает, но он был вот исполнителем вот этой воли, исполнителем воли того правителя, который не хотел избавляться от узды над главным государственным телеканалом. И в 2010 году это повторили. И уже с КТР. Тогда ЛТР, а теперь КТР решили. Первый год вот это вот идет вот это, да? А потом через, буквально через полмесяца, через полгода буквально все меняется. Когда менялись, я ушел оттуда. Из-за того наблюдательного совета я демонстративно ушел при Акаеве. И вот из этой комиссии я тоже ушел, потому что это все, это же фикция. Из этого наблюдательного совета тоже многие уходили. Из этого наблюдательного совета мне предлагали войти, избрать меня предлагали, но это были какие-то предложения такие абстрактные. Я сам пойду что ли избираться? Я сам, какая-то организация должна была серьезный парламент или что-то представить. Ну раз не представили, я там не нужен, я не напрашивался на это, потому что если бы я туда пошел, я бы что-то там изменил. Попытались изменить. Да, во всяком случае не удалось бы это изменить, но след остался бы, как в почтовой комиссии. И вот все, а потом через год все возвращается на свои круги. Государственный телеканал остается в узда над государственным телеканалом, остается в руках правителя. Это все продолжается по сей день. Это же вот зеркало развития демократии. Как страна, государство, какое имеет телевидение, управляемое или пропагандистское, или другое. Это есть, на каком уровне находится сама страна вообще. Белизгейт это же показал. И не только Белизгейт, смотрите. Белизгейт, конечно, это прям выпуклое, да, все показал суды над оппонентами, да? Все эти, и против Талварбекова, и против Текибаева, и против этих Бектуара Асанова и других. Все другие процессы, когда вот сентябрь телеканал закрывали, да? Или когда вот судили уголовное дело против Эльнуры Алкановой открывали. Или против занозы сколько было. И как они это все освещали. Это же прямо вот, ну, диаметрально противоположно любому здравому смыслу и любому демократическому мышлению. И эти люди хотят остаться у власти, у руководства этого телеканала. Что надо общее чего-то делать, чтобы исправить? Общее надо. Президент должен собрать какую-то узкую группу экспертов, выработать положение. Я могу оказать содействие в этом деле, как человек опытный, занимаясь этим не первый год. И выработать позицию посредством, как и следствия массовой. Нам нужно три газеты. Вот сейчас у нас три государственные газеты. Эркинто, Слова Кыргызстана, Кыргызстуса. Нам нужно три газеты в центре. Нам нужны в каждом районе газеты, районная администрация. Нам нужна в каждой области газета. Ну, сейчас идет процесс реорганизации. Там, может быть, районы уйдут, области уйдут, но сам принцип подхода. Достаточно одной центральной государственной газеты. Допустим, эта газета могла бы называться «Кыргызстан» и называться «Государственная газета Кыргызской республики». Кыргыз, республика, сын, мамлякет, гезди. Все. В этой газете публикуй указы президента, распоряжение премьера, постановление премьера, распоряжение парламента. Все, что идет от ветвей власти. Публикуй в этой газете. Судебные какие-то там, которые можно публиковать, все публикуй. От МВД, от СНБ все публикуй в этой газете. Это государственная газета. Распространяй по всей республике. менее 50 тысяч экземпляров. Она за счет тиража будет жить, эта газета. Ее будет уважать. Это будет орган власти на местах. А то, получается, иногда в каких-то областях там свою игру начинает вести. Не в ту степь. Против государственной этой. А потом начинается вот... Ну, как это было случай с мэром Морзахматовым. А что там было? Ну, позиция мэра Морзахматова шла в разрез с позицией президента центральной власти. Вот и пошло столкновение. И у него были свои СМИ, да? Да. Поэтому вот это надо вот такую резиденцию сделать конкретную, реальную. Чтобы другие газеты не имели права называться орган правительства один. Орган, значит, там еще... И телеканал. Создать, наконец-то, в конце концов общественный телеканал на базе существующего главного государственного телеканала. КТР. Все. Все. Государству телеканал не нужен как таковой. Многие говорят насчет этого взноса. То, что там для телевидения надо... Чтобы общественное телевидение надо... Сделать нужен специальный отдельный взнос. Там налог такой небольшой, да? В Германии или в Чехии... В Чехии, по-моему, где-то в районе одного десяти долларов, что ли, в год. Такой вот каждый обладатель телевизора должен платить за это. Но сам бюджет, он же тоже налоги и деньги налогоплательщиков. Налоги этого населения. Поэтому не обязательно, наверное, этот налог вводить специально. А из тех же денег все равно это деньги народа. И почему на деньги народа должна быть государственная пропаганда? Это бич всех... Это складывается в разных странах. Я вот приведу опыт. В разных странах. Вот в Финляндии, например, вот такая модель. Каждый проданный, с каждого проданного на территории этой страны телевизора, каждого проданного, не важно, импортный телевизор, местный телевизор, с каждого проданного телевизора идет отчисление именно бюджета общественного телеканала. И вот эта сумма, вот это 400 миллионов евро, вот из этих создается. Ну, плюс там еще другие отчисления есть. Но главное вот это вот. Попробовали. По-разному можно сделать. Эту модель попробовали в соседней, это же родственная страна, в Эстонию попробовали, там не пошло это, не получилось. Тогда они перешли на британскую модель, когда государство выделяет фиксированную сумму, государство выделяет 40 тысяч. Стоит 40 миллионов евро в год, 40 миллионов евро в год, выделяет на телеканал, все. Из этих денег они, значит, все эти... И потом не вмешивается. Потом не вмешивается. Абсолютно не вмешивается. Просто отдельной строкой для телеканала выделяется с бюджета все это сумма. Она не умеет, но не имеет права ни уменьшить ее, ни увеличить. Вот эта сумма из этого будет исходить. Кроме этого, они еще зарабатывают на рекламе, но реклама, фиксированная реклама. Фиксированная реклама. Можно там образование рекламировать и так далее, и так далее, кроме религиозного. А все вот эти запрещенные табак, алкоголь, интим, это все не рекламируется. Все запрещается. Вот еще другой момент. И еще один момент. Именно на общественном канале идут дебаты. Вот в Америке только общественный канал имеет право вести дебаты президента, когда избирается президент. А коммерческие нет? Нет, они не имеют права вести, абсолютно. Также в Эстонии и во всех странах, они не имеют права вести эти дебаты, только общественный канал, который существует. Вот на нашем общественном канале, вот это было право вести дебаты только на этом канале, никакие НТС, никакие эти же не имели бы. Они просто могли бы свою пропаганду какую-то вести, но официально вести дебаты только на этом канале. Хорошая модель. Нам просто надо заимствовать опыт Эстонии. Маленькая страна, такая же, чуть меньше нас по населению. Такая страна, вот именно общественный канал, парламент. У них там смешанная система, партийные списки наряду с одномандатными округами. То, что нам надо делать сейчас? Заимствовать эту модель. Это тоже огромное поле у нас. И количество там поменьше, чем у нас. Ну вот, это надо заимствовать и делать такие. Это то, что нам приемлемо. Вот они тоже попробовали заимствовать Финляндии, не получилось. Они перешли к другой, который попробовали другую модель. Попробовали другую модель. Получилось. До сих пор процветает. А мы что делаем? Мы говорим о крыльевский путь, свой путь избираем. А потом говорим, что Адольф Гитлер, это Адил Гитлер. Потом мы говорим, что Шумеры, это крыльзы. Атилы, это был крыльевский хан. Когда весь мир знает источники Атилы, Зе Хан. Во всех английских книгах это написано. Вождь гунов, Копчаков. Нет, мы вот это все. Ну вот я знаю, вы еще и кроме журналистики, дипломатии, изучали ситуацию с гуленовскими лицеями. И даже вот написали книгу. Да, книгу написал. Истина Фетхуллаха Гуленова. У нас немного времени осталось, не так много, около пяти минут. Почему вы решили это дело исследовать? Вот было понятие осмунизм. Вот оно вошло в историю осмунизма. Потому что это не одно десятилетие, это столетиями осмунизм. Халифат находился в Стамбуле, последний халифат. В Стамбуле халиф. Наследник тех халифов. Да, наследник тех халифов, которые были в Багдаде, которые там и так в Арабии. И потом последний пристаньший халифа, это был Стамбул. А османизм это мощная империя, которая завоевала больше половины мира. Потом на смену османизму пришел кемализм. Именно Мустафа Кемал разбил эту империю. Он отправил ее в архив истории. И самого султана, и этого халифа он отправил из страны, упразднил эту систему, создал новую светскую систему. Это понятие вошло в историю как кема. Это выдающееся явление. Это явление на уровне реформ Петра I, на уровне реформ Ден-Сиапина. Вот это сделал Мустафа Кемаль. Выдающуюся роль сыграл в истории. Он это сделал. И даже переход на латинский график тогда, это был выдающийся шаг, революционный шаг. Он этим самым выводит исламскую страну, мир востока, мусульманского востока, на новый уровень развития на путь цивилизации. Стамбул становится мостом между Европой и Азией. И не надо этот мост превращать. Он остается этим мостом. Ликвидировать мост как можно? Или Азия, или Европа. После кемализма Турция стала великой страной. Когда он вводил латинский график, это было обоснованно. Он уходил от арабской графики. А когда мы сейчас хотим уйти от кириллицы на латинскую графику, это не обоснованно. Это не обоснованно. Я хочу приветствовать нашу крыганскую власть, которая не идет на этот путь, как пошли другие соседи. Она не идет. Одни и те же факты могут иметь противоположный смысл. Нет никакого основания сейчас. На какое основание мы должны перейти? Кириллицы это что? Арабизм? Это что? Мусульманский экстремизм? Это что такое кириллицы? Это религиозный догматизм, что ли? Кириллицы это кириллицы, это Россия. Буквы не имеют. Да, конечно. Только работает нормально. А то получится так. Теперь кириллицам мы уйдем, выводим латинскую, появится плац, который не читает у нас ни арабской графики, латинской, той, латинской. А теперь и кириллицу не будет читать через лет 20, если мы введем. Будет искать уже специалистов по кириллице. Будет читать на латинском. Но Мустафа Кималта в 1928 году перешел. Он перешел на основе чего? На основе того проекта, который подготовил в 1926 году в Баку, сделал Хасим Тенстанов. В их книгах турецких написано, что первый в тюркоязычном мире выдающийся лингвист – это Хасим Тенстанов. Потому что вот его проект, который в 1926 году в Баку, там был представитель Истамбула, он взял этот проект, показал Мустафе Кималу, он его внедрил. Он его внедрил, до сих пор это фигурирует латинская графика. И что, плохо? А теперь Турция должна опять перейти, что ли, на арабский шрифт? Или как? Теперь кимализм меняется ирдогонизмом. Появляется новое течение. Но я не думаю, что оно будет очень долговечным. Ирдогонизм, который пытается где-то реставрировать, в принципе, османизм. Османскую империю. Да, Османскую империю. Естественно, этот человек, Фетхулла Гулен, он последователь Кималя. Но Кималь был генералом. Он не знал наизусть Коран. Ему это не надо было. Этот человек, представитель религии, он суфист. Он наизусть знает Коран. Но он хочет Коран, ислам, соединить с демократией. 20 лет назад это немыслимо была такая идея. 20-30 лет назад такая идея была немыслимо. Она уже сейчас звучит. Поэтому с ним встречается и Папа Римский. С ним встречается и Равин еврейский. С ним встречаются все деятели мировой цивилизации. Сейчас он вошел в отчет ООН по правам человека, как притесняемый властью проповедник. Праведник. Это человек, который в первом мире осудил Беслан. Я имею ввиду западных стран. Беслан. Шамиль Басаев, когда, значит, вот это была история, четвертый год, он выступил и сказал, он ему буквально так сказал, ты подлец. Ты воюешь с детьми, с женщинами под флагом ислама. Ты не ислам. Ислам не может быть террором. Бен Ладен, когда был живой, кто первым выступил против Бен Ладена на таком уровне, такого проповедника? Он. Он его назвал, что Бен Ладен это зло, которое надо искоренять. Сейчас он враг. Он враг ИГИЛа. Он враг вот этих всех братьев мусульман. Он враг вот этих всех экстремистских религиозных организаций, которые вот что творят. Вот был фильм недавно, где показывают, значит, как десятилетних ребят заставляют играть в футбол с отрезанной головой, значит, врага ислама. Детей. Потом спрашивают, что 14 лет, ты что-то умеешь? Он говорит, я ничего не умею, кроме того, что убивать. Я умею только держать в руках автомат, научился, я ничего не знаю. Я хочу учиться, но у меня нет образования. Я только могу держать автомат и убивать людей. Вот до чего дошло. Сознание. А это будет долго еще аукиваться. Вот Афган аукивается до сих пор. Но Афган в сравнении с этим, это же то, что творится сейчас в Сирии. Мы же видим это все. Это же факты же. Вот этот человек противостоит этому. Он враг. Он враг. Если Эрдоган делает его врагом, то, значит, получается, Эрдоган от чьей стороне тогда? Как может такой человек быть врагом? Если бы он враг, разве Папа Римский с ним встречался бы? Разве Америка его держала бы у себя в Пенсильвании, штате Пенсильвании? Она ее не будет выдавать, Америка. Они сказали, нет никаких оснований, фактов, что он организатор банды террористов. И Кыргызстан, правильный наш президент, и прежний президент, и нынешний президент. А он не идет на поводу Эрдогана? У нас уже время, оказывается, подходит. Но, в принципе, вот то, что Сибат и Сапат разделили, и не совсем прямо, как вы сказали, на поводу, это, в принципе, правильно. Это правильно. Для образования. Это правильно. То есть мы должны, в принципе, защитить интересы своей страны, своей страны, не упячивать себя. Защитить мы, Кыргызы. Наша главная идеология, то, что мы, Кыргызы, мы 2000 лет на этой земле живем и хотим строить, и строим демократию. Строим демократию. Образцово. Образцово. Почему-то вот эти великие наши седы в Кендре, Киссингере, вот эти знаменитые гранды мировой геополитики всегда обходят стороной Кыргызской революции. Как будто их не было. Говорят, в Центральной Азии там авторитаризм, там вечное правление, от отца к сыну и так далее. Вот же революция же, у нас же нет этого же. Спасибо вам большое. К сожалению, у нас уже время, подошло к концу. Нам надо еще делать другие передачи на другие темы. Спасибо большое. У нас в гостях был известный публицист, чрезвычайно-полномочный посол и ученый Кулан Мамиталиев. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...